Первая привычка, которая делает тебя слабым, это ставить других людей на пьедестал. Я сам грешил этим, когда был подростком. Я целовал руки любой красотке, которая уделяла мне немного внимания. О боже, это богиня! Она на меня обратила внимание! Но после того, как я повстречался с несколькими красотками и развил свою уверенность, я пришел к выводу, что у женщин куда больше проблем, чем у мужчин. И для запоминания, они точно не богини. Кстати, это работает в обе стороны, так как можно часто увидеть, как некоторые мужчины ставят других мужчин на пьедестал. Спортсмены, которыми восхищаются, или политики, которым они следуют. Они это аргументируют тем, что свято верят, что эти люди не могут ошибаться, и они согласны их поддерживать вслепую. Но вот в чем прикол. Когда ты поддерживаешь кого-то вслепую, то часто ты попадаешь в лужу грязи, потому что надо думать своей головой и иметь свое мнение. Это куда более привлекательно. Следующая привычка, которая делает вас слабее, вы слишком легко соглашаетесь. Конечно, не надо сразу начинать драку, но надо иметь свое мнение и стараться его придерживаться, и иметь возможность его защищать. Как понять, что ты можешь постоять за свое мнение? Вы поставили под вопрос. Вы не просто взяли чьи-то слова за истину, а вы проделали работу и сделали исследование, потому что вы знали, что вам будут задавать вопросы, чтобы проверить вас, вашу веру, ваши взгляды на политику, на мир, на общество. Поэтому, когда вы ставите под вопрос и ищите ответы на них, то вы знаете, что в случае, когда люди начнут кидать вас в камни, задавая вопросы, вы легко сможете от них увернуться. Следующая привычка, которая делает вас слабым, вы избегаете боль. Господа, экстренная новость. Жизнь – это боль. А тот, кто говорит иначе, он просто хочет вам что-то впарить. Из какого фильма эта фраза? Пишите в комментариях. Но если серьезно, если взглянуть на религию или философию, то они повторяют это снова и снова. Наша привязанность к вещам и желание, чтобы они оставались такими же без изменений. Особенно, когда все хорошо, и мы к этому привыкаем. И как только что-то меняется, то появляется дискомфорт. Это вызывает агонию и боль, потому что мы хотим, чтобы все было как прежде. Но суть в том, что жизнь постоянно меняется. И если все хорошо, то в какой-то момент станет плохо. Или если все плохо, то в конце концов станет хорошо. Поэтому вы можете развить в себе философию принятия боли, принятия плохого. Я этому научился в армии. Каждый раз, когда появлялось что-то неприятное и плохое, это могло бы быть больно, а ты просто начинал испытывать восторг от этого. Честно, это было похоже на некую секту, когда все эти парни начинали испытывать восторг от того, что им предстоит забег в 20 километров при полном обмундировании. Но идея в том, что когда ты научишься принимать, то ты сможешь это сделать и завершить дело. Вы можете больше, чем вы предполагаете, если вы можете изменить свое сознание и принять боль. Следующее, что делает нас слабым, мы не заботимся о своем теле. Еще одна привычка, которая нас ослабляет, мы окружаем себя посредственностью. Людьми, которые слабее, чем вы. Да, это может тешить ваше эго. Вы можете чувствовать себя великолепно, потому что вы большая рыба в маленьком пруду. Но если вы не выберетесь из этого и не начнете окружать себя более сильными людьми, которые будут вас подтягивать и развивать, которые могут показать вам, что вы не столь хороши, и это подстегнет вас на развитие, то вы не будете расти. Эти неудобства, старания разобраться в том, чего ты не знаешь, помогут тебе расти и достигать новых высот. Следующая привычка, которая делает вас слабым, вы неискренни. Да, понятно, есть небольшой обман, вы просто не хотите расстраивать людей. Да, в некоторых ситуациях, когда она спрашивает тебя, как смотрится это платье, а оно ее полнит. Вы же хотите, чтобы у вас была счастливая жизнь и жена, не надо ей ничего говорить. Но во многих ситуациях, особенно на работе или между партнерами, вам надо быть открытым. Да, босс на вас давит, вы теряетесь, то, скорее всего, вам надо провести эту беседу тет-а-тет. Да, он находится в позиции власти, он платит вам зарплату, но вы должны быть настойчивы. Вы попросили меня сделать три вещи, я могу сделать одну хорошо, две средние, а если сразу все три, то я завалю все. На чем бы вы хотели, чтобы я сфокусировался? Вот что означает поговорить прямо в лицо. Да, это не всегда удобно, гораздо проще слегка приврать и сказать, да, понял, я могу это сделать. И потом сидеть всю ночь, забивая на личную жизнь. Поэтому надо научиться проводить эти трудные переговоры. Вы сами выбираете, что и о чем говорить. Но вам надо научиться выбирать такие направления, которые принесут вам больше всего возвратные инвестиции. Поэтому могу вам порекомендовать, как вести себя во время трудных переговоров. На эту тему есть много книг, но вам надо развиваться в этом, научиться спускать пар и напряжение до того, как все взлетит на воздух. Следующая ошибка, которая делает вас слабым, вы слишком зависимы от других и системы, в которой мы живем. Да, понятно, что благодаря этой системе мы стали такими величественными. Существование специалистов, с которыми мы можем работать, это круто. Это видно в семье, в обществе. Это хорошо. Но не надо становиться таким узким специалистом, или чего хуже, бояться пробовать что-то новое. Например, у меня возникли проблемы с посудомойкой. Она потекла и перестала работать. Я подумал, хорошо, сейчас вызову мастера, чтобы он ее починил. Затем я задумался, единственная причина, почему я решил так сделать, это потому что мое время слишком ценное. Но настоящая причина, по которой я не хотел с этим разбираться, это потому что я был напуган. Я не имел ни малейшего представления, как эта штука работает. Посмотрев пару видео на Ютюбе, я разобрал машинку и нашел проблему. И могу сказать, что это была победа того дня. Я смог что-то починить. Это так просто и так здорово. Думаю, многие парни это потеряли. Мы не знаем, как починить чайник или как починить свою машину. А ведь есть чувство завершенности. Многие мужчины говорят, что они никогда не будут ничего шить. Это для женщин. Я не буду гладить свою одежду. Ведь дело не в том, чья это работа. Дело только в том, что это надо сделать. И есть ли у вас навыки, чтобы выглядеть стильно. Поэтому мне интересно услышать от вас в комментариях, в чем бы вы могли положиться на себя. Лично я пробовал сделать шаг в сторону, и что я могу сделать по дому. Да, я могу нанять специалистов, но я стараюсь сделать все своими руками, но могу сказать, что есть некоторое ощущение счастья, когда ты можешь сделать что-то сам. Следующая привычка, которая делает вас слабым, быть снисходительным к себе. Ладно, меня немного раздражает эта формулировка, но я бы воспользовался словами Джордана Питерсона «Уберись в своей комнате». Он говорит о том, чтобы относиться к себе, как если бы вы относились к кому-то другому. И у меня есть друг, у которого фабрика корма для собак. Он рассказывал, что в трудные времена владельцы собак будут голодать, но купят еду для своих питомцев. И я запомнил эту мысль. Это напоминает мне моменты, когда мы проявляем заботу о других. Это могут быть родители, сестры, братья или дети. Люди, которые для нас важны, наши питомцы, в то время, когда мы совершенно не заботимся о себе. Мы не пойдем к врачу или не будем принимать лекарства. Мы не ходим в зал. Я сам грешу этим. Вам надо позаботиться о себе, как если бы вы заботились о ком-то другом. Потому что если вы не будете этого делать, то вы не сможете развить в себе силу, чтобы помогать другим, чтобы сделать этот мир лучше и стать тем мужчиной, которым вы хотите быть. Субтитры создавал DimaTorzok